Ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, вакцинация, эти и другие методы борьбы с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему остаются одними из самых действенных. С приходом осени риск заболеть увеличивается, а потому внимание к своему здоровью, к здоровью окружающих становится особенно важным. За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на территории Твери следят специалисты Роспотребнадзора. В одном из профилактических рейдов побывала и наша съемочная группа. С нами проводятся мониторинги мероприятия по соблюдению постановления губернатора, а также постановления главного санитарного врача Анны Юрьевны Поповой о соблюдении требований о новой коронавирусной инфекции. И вновь сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят профилактический рейд в крупном торговом центре областной столицы. В первую очередь, все внимание на соблюдение масочного режима персоналом торговых точек. Напомним, распоряжение губернатора Тверской области об обязательном ношении масок в общественных местах еще в силе. Однако некоторые, кажется, об этом забыли. Например, как работники вот этого салона оптики. На рабочее время на лице должна маска находиться всегда. К сожалению, вот такие вот осложнения. То есть, чего-то добавить не могу. В отношении нерадивых коммерсантов сотрудниками управления Роспотребнадзора выносится постановление о необходимости устранения нарушений. Впрочем, таких единицы. Как показал профилактический рейд, подавляющее большинство сотрудников торговых заведений о предписаниях главы региона и Роспотребнадзора помнят. Маски, надетые у большинства, разметка для соблюдения социальной дистанции есть, антисептики для рук в наличии. Вместе с тем, в надзорном ведомстве напоминают, что за игнорирование этих правил может последовать серьезное наказание. За нарушение данных требований будет составляться протокол. То есть, это довольно крупные штрафы, которые будут возлагаться на предпринимателя. И что лучше, конечно, избегать этих нарушений, чтобы не попасть на такой штраф. Впрочем, денежный штраф — это, пожалуй, не самое страшное. Куда опаснее риск заболеть. На сегодняшний день в нашем регионе по-прежнему сохраняется высокая опасность распространения COVID-19. И соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований в настоящее время жизненно необходимо. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. COVID никуда не уходит из нашей жизни. Хоть в этой эпидемии уже полтора года увеличивается количество тяжелых пациентов в реанимации. Это пациенты и мужчины, и женщины различного возраста. В основном, конечно, на данный момент преобладают пожилые пациенты. И, разумеется, один из главных методов борьбы с распространением коронавирусной инфекции — вакцинация. На данный момент в Верхней Волжье прививку сделали более 390 тысяч человек, среди которых более 137 тысяч представителей старшего поколения. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние, и в выходные дни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!